Всем привет, меня зовут Илья Афанасьев, мы продолжаем разговор о том, как настроить фотографу свою систему, в этом видео мы поговорим о фотошопе. В самом начале я хочу сказать, что я пользуюсь исключительно англоязычными версиями продукта, почему я это делаю, здесь вот перечислено несколько причин, а также я хочу сказать, что даже если вы не знаете языка, не знаете программу, вам все равно лучше пользоваться англоязычной версией, поскольку с помощью моих видео вы все сможете изучить, но если вы открываете программу, не зная ее, видите все на русском языке, у вас возникает ложное ощущение того, что вы понимаете, что, как работает, какие кнопки надо нажать, как это срабатывает. Итак, сейчас на YouTube появится беспрецедентное видео, на котором будет показано, как русскоязычный фотошоп становится англоязычным. Заходим в меню редактирования, настройки, интерфейс, и вот здесь выбираем язык интерфейса английский, после этого выходим с фотошопа и запускаем его заново. Так, настройки, Edit, Preferences, General, здесь, значит, следующий, во-первых, убираем экспорт клипа, интерфейс, здесь можете ставить светлый или оставлять темный, выбирая самую темную схему, Workspace, не трогаем, в Tools нужно снять верхнюю галку Show Tool Tips. В File Handling здесь, в принципе, можно предложить Never Save Image Previews, потому что, на самом деле, вы все равно будете просматривать их через Adobe Bridge. Экспорт, значит, здесь выбираем стандарт, в котором будет Quick Export Format. Я предлагаю выбирать JPEG качеством 80, Performance, здесь устанавливаем размер оперативной памяти 95%, но будьте готовы к тому, что, когда вы будете работать в фотошопе, вам не нужно будет запускать никакие другие программы. Для выбора Scratch дисков нужно разработать свою стратегию. Если у вас на C диске очень много места, то, в принципе, можете поставить вот таким образом, как сейчас установлено, Startup C. У меня другая ситуация, поэтому я использую B диск и W диск. B в первую очередь, потому что на W у меня лежат все рабочие файлы, а лучше разделять, где у вас находятся рабочие файлы, откуда запускается система и где указаны Scratch диски. Как я уже сказал, желательно указывать самые быстрые диски, и в этом смысле нет смысла указывать внешние диски. Следующий важный пункт это Units and Rullers, и здесь в Rullers указываем пикселы, и это все с меню Preferences, с предпочтения. Нажимаем ОК, Create New, ну вот размер по умолчанию давайте выберем, создадим новый документ, и сейчас будем настраивать рабочее окно. Хочу сказать, что для фотографа нужны уникальные панели, они должны находиться с правой стороны, но не так, как сейчас. Мы сейчас все это перенастроим, а самое главное, что использование инструмента в одних окнах должно сразу отображаться в других. Начинаем разрушать вот это рабочее пространство, которое установлено по умолчанию. Вот, выносим все вот эти вот менюшки, полностью все, вот, и все сейчас закроем. Оставляем только Liars, Channels and Patches, вот эти вот три штуки, они на месте сразу, все остальные просто закрываем. Единственное, что нужно сделать, так это, а, ну да, вот сейчас я закрыл Properties, наверное, не стоило. То есть смотрите, какие нам понадобятся инструменты. Нам понадобятся Actions, так, смотрим, чтобы он был в правильном месте сразу. Так, нам понадобится History, вот она открыта. Нам понадобится Info и Properties, все на месте. А теперь нужно правильно это сгруппировать. Так, нам понадобится, чтобы History, Actions и Info были в одном блоке. То есть смотрите, вот берем Info, перетаскиваем сюда. Вот, Properties нужно, чтобы было на самом верху. Вот это вот троица, получается, вот здесь. И нам еще не хватает, получается, Histogram и навигатора. И мы их вот сюда также перетаскиваем. Вот, панель инструмента с левой стороны переставляем сюда в правую. И вуаля, в принципе, все настроено. Осталось только сделать несколько настроек по цвету. Заходим в Edit Color Settings. Выбираем здесь Europa General Purpose 3. Также нужно настроить в View Proof Setup. И здесь нужно выбрать интернет-стандарт RGB. И последняя настройка, которую рекомендую сделать, это настройка инструмента Crop. То есть, когда вы сюда зайдете, здесь желательно убрать галку с Delete Croped Pixels и выбрать Use Classic. Это все, что я хотел показать по настройке Photoshop и последующее видео настройка Lightroom.